МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 23 августа 1915 года, император Николай II принял непростое решение. Обязанности главнокомандующего армии в войне с Германией он взял на себя. 23 августа 1939 года в Москве нарком по иностранным делам Вячеслав Молотов и его немецкий коллега Яхим Риббентруп подписали договор о ненападении между Германией и СССР. 23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилось одно из важнейших сражений и Великой Отечественной – битва на Курской дуге. В этот день, 23 августа, родились Александр Грин, русский писатель, автор знаменитых произведений «Алые паруса» и «Бегущая по волна». Иоанн VI Антонович, император Российской империи. Эпоха дворцовых переворотов в России – время, которое меняло жизнью людей за считанные дни и даже часы. И меняло головокружительное круто. Об императоре Яне VI сейчас вспомнит не каждый, а ведь его история могла бы лечь в основу романа, например, Дюма или Викторо Гюго. Иоанн VI получил Российский престол еще младенцем, волею своей тетушки, государни Анны Иоанновны. Императрица очень не хотела, чтобы власть перешла к потомкам ее дяди Петра Великого. Отцом населения Катрона был Антон Ульдрих, герцог Брауншвейг Бевен Люннебурский, племянник самого Ильдриха II, а матерью – внучатая племянница Петра I Великого Анна Леопольдовна. Анна Иоанновна завещала свой трон младенцу с условием регенства при нем своего фаворита Эрнста Бирона, то есть герцог Курлянский стал бы фактически правителем России на целых 17 лет. Но его регенство длилось недолго. Не успели даже похоронить императрицу, а дворцовый переворот уже случился. Один из талантливейших фельмаршалов империи Бурхард Миних по просьбе матери императора младенца арестовал Бирона. Новым регентом при Иване стала Анна Леопольдовна, его мать. Но и этот период длился недолго. Суета придворных вокруг новой регенши продолжилась. Все как будто и забыли про живую дочь Петра Великого Елизавету Петровну. На плечах гвардии, которая с радостью поддержала харизматичную дочь великого правителя, Елизавета въехала в Зимний дворец. У Анны Леопольдовны такой поддержки не было. Все, что она сумела, это попросить сохранить жизнь ее сыну императора. Сердобольная Елизавета жизнь сохранила, даже хотела отправить все семейство Анны Леопольдовны к родственникам в Данию. Но потом передумала. Дело в том, что раскрылись еще несколько заговоров, теперь уже с целью сместить саму Елизавету Петровну. Младенца, как потенциального соперника, и всю его семью отправили в Рижский замок и дальше в Луб Империи, в крепость Раненбург, ныне Чеплыгин, в Липецкой области. Двухлетнего мальчика содержали отдельно от родителей, запрещали учить грамоте, сообщать ему о его титуле. Елизавета сделала все, чтобы вычеркнуть имя младенца императора из российской истории. Она приказала сдать все деньги с профилем Иоанна, все печати, все документы с его упоминаниями. Потом его вместе с семьей решили перевезти в Соловецкий монастырь. Но после раскрытия очередного заговора, Елизавета перевезла уже 16-летнего юношу в Шлиссельбург. В крепости Иван, официально именовавшийся известный арестант, находился в полной изоляции. Ему не разрешали никого видеть, даже крепостных слуг. Заключение сказалось на психическом здоровье. После смерти Елизаветы к арестанту наведался Петр Третий, который увидел, что юноша не только крайне неуравновешен, но и знает о своем происхождении. Император отдал приказ в случае любой попытки освободить Иоанна, немедленно его убить. Время шло. В Петербурге очередной переворот сменил очередного монарха. И уже государь Екатерина Великая решила познакомиться с несчастным сидельцем. Но и она только подтвердила старый приказ. При угрозе переворота арестанта ликвидировать. В 1764 году нашелся человек, готовый помочь заключенному Шлиссельбурга бежать. Подпоручик Василий Мирович ради впечатляющих карьерных перспектив решил вернуть на престол Иоанна. Ему даже удалось убедить гарнизон крепости помочь, но охранники камеры 24-летнего бывшего императора выполнили приказ. Иоанн Антонович был заколот. Так и закончилась трагическая биография этого юноши. А эпоху дворцовых переворотов сумели извести только лишь в следующем 19-м столетии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова